Когда действительно все лучшее детям, пусть и не своим. То, что не предусмотрено ни одной госпрограммой капремонта, воплотили жизнь в Челнинской гимназии номер 26 за счет благотворительных средств. Это учебное заведение под свое крыло еще три года назад взял Акибанк. Председатель его правления Ильдар Галеудинов когда-то и сам здесь учился. И вот теперь спустя годы неизменно включается в республиканскую акцию «Помоги своей школе», которую инициировал президент Татарстана Рустам Миниханов. Я считаю, что это на сегодняшний день лучший обеденный зал в республике, так возьмем. Школьная столовая – ныне гордость гимназии, признается директор. Натяжные потолки, освещение, видеонаблюдение, декоративная мозаика. Кроме того, на стенах репродукции полотен ренуара. Впрочем, коридоры на втором и третьем этажах также украшены картинами. Это помогает не останавливать процесс обучения и развитие кругозора гимназистов и на переменах. Вроде бы обстановка располагает к отдыху, однако любопытство берет свое, и школьники, разглядывая работы знаменитых художников, знакомятся с искусством. Получается практически 9 миллионов за один год. Если общую брать за три года, то то, что помощь оказывает вот такие банки, это уже порядка где-то, по-моему, 15 миллионов рублей, если не больше. Такая поддержка позволила выбирать для отделки современные материалы. Энергосберегающие лампы, оформление кабинетов и коридоров, оборудование для лабораторных занятий по физике и химии. Мебель, все подобрано со вкусом. А главное, удобно и практично. И про безопасность также не забыли. Во время учебной пожарной тревоги дети дисциплинированно покидают школу, которая и снаружи выглядит не менее оснащенной. Фасад обшит, есть наружное освещение и видеокамеры. И это не предел. В планах дальнейшее благоустройство школьного двора, реконструкция на первом этаже, а часть средств направят на организацию мастер-классов для гимназистов и педагогов. Изнутри тоже ремонт хороший. Но теперь школа стала еще лучше. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.